МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зажжемте риверку, взорвем! Взорвем металл-кором! Фестивалю на краю земли быть! Узнаем подробности у наших гостей. Я на многое закрывал глаза, но больше не стану. Новый мир с прежними проблемами. Кинообзор недели. Дима, это вам. В густой чаще в холодном лесу живут очень теплые люди. Елена Яковлева знакомит нас с культурой саамов. Доброе утро, друзья! Наверняка вы уже слышали, что в эти выходные в Териберке состоится большой фестиваль под названием Териберка. Новая жизнь. В нашем регионе массовых мероприятий не было почти два года. Поэтому, я думаю, тусовка соберется большая. Так, что же туда взять, а? Лена, что нужно взять с собой на фестиваль, который проходит на краю света? Нужно обязательно взять с собой теплую шубку, чтобы спасаться от суровых ветров, которые дуют с Баренцева моря. А если солнце будет? Ну, шубку всегда можно скинуть. Несмотря на каком краю, если там край жаркий, теплый какой-нибудь, то мы на жаркий, теплый край берем что-нибудь теплое, жаркое. На нашем краю. Какой? На нашем краю. Там, где холодно. Там, где Баренцево море. А что там за фестиваль будет? Ага, понятно. Мне кажется, самое главное – это взять себя и, конечно же, хорошее настроение. Потому что, ну, ты едешь на фестиваль, не для того, чтобы загорать там как-то, жаловаться на погоду. Получайте удовольствие. Грелки такие для стоп и для рук надо взять. И шапку. Как вы поняли, наш сегодняшний выпуск будет посвящен фестивалю. На календаре 19 августа. Четверг. Начнем. Сегодня день рождения отмечает российский актер-телеведущий, который был капитаном команды КВН «Максимум» Михаил Башкатов. 75 лет исполняется 42-му президенту США Биллу Клинтону. А еще в этот день родилась великая Габриэль Коко Шанель, модельер, законодательница моды. Друзья, мы продолжаем рассказывать вам саамские истории в нашем «Утре». Сегодня мы узнаем, как устроен быт в саамском жилище. Своя территория в 37 гектаров. Казалось бы, огромный участок. Но Елена довольствуется малым и живет в крохотной избушке. Ведь дни она проводит на свежем воздухе. Да и хозяйство находится во дворе. Домик для оленей, три чума для гостей, качели и даже холодильник. А почему такой высокий холодильник? Чтобы не залазили туда лисы и мыши. Дима, это вам. Вроде... Чум – традиционное саамское жилище. Строится легко. Устанавливаются бревна, связываются и покрываются оленьими шкурами. Это переносное сооружение. Ведь саамы – народ кочевой. Были и другие типы саамских построек. Например, вежа, пырт, кувакска. У самов раньше в Кельдинском погосте были дома с тупой, назывались, с плоской крышей. А потом в Чудзявре уже с треугольной крышей и с печкой, хорошей такой, с кирпичей доверху сложены добротные дома. И вот эти дома уже потом перевезли в Лаузеро. Сегодня один дом стоит в Лаузере, который можно приехать и увидеть. Когда-то в Кольском Заполярье было 28 саамских поселений. В ходе коллективизации, строительства железных дорог, ГЭС и других объектов саамские общины расселяли и объединяли. Так появились основные территории, где и сейчас проживают заполярные саами. А вообще на Кольском полуострове раньше было 4 саамских сообщества. И все эти сообщества делились на рода. Почему 4 саамские сообщества было? Потому что разный был диалект у них у всех языковой. И жили в разных, соответственно, местах на территории. То есть это Кавдорский в разных поселениях, да. Кавдорский район, Печенский район сами жили. Вдоль берега моря жили, Вардинские сами. И Лавазерские сами там у себя жили. Сама Елена чистокровная саами. А вот ее дети также имеют русские, белорусские, алтайские корни. Сохранить и передать им язык не просто, а жаль. Ведь саамский уникальный язык. Только для слова «снег» есть 300 синонимов. Целое предложение на русском можно уместить в одно саамское слово. Саами привыкли много работать в суровых условиях и мало болтать. У нас все проще. Саамы дети природы. У самов восприятие мира и мышления, как восприятие детей к людям, к природе. У нас ребенок. Да. Ребенок природы. Ребенок природы, да. Своими руками наша героиня шьет традиционную одежду. Начиная от простых нарядов и заканчивая микровыми сапогами, которые выдерживают температуру до минус 60 градусов. Да. Знаете, с вашими походами, вот так вот, через скалы, через все такое, мне кажется, обувь наша вообще не выдержит. А вот такая выдержит, такая хорошая. Вот это вот мужская саамская шапка. Оформлена шапка мехом лисы и также мехом норки. Хорошо. Можно скинуть шапку, если жарко стало, и она у тебя вот так вот сзади висит. Как капюшон, получается. Да, как капюшон держится за счет завязочек. В музее под открытым небом примеры национальной одежды. Лухта, ремень из рыбикожи, головные уборы. Узоры на одежде повторяют быт и природные мотивы. Реки, озера, солнце, животные. Своим гостям мастерица позволяет примерить традиционные наряды и проникнуться саамским духом. Дмитрий Пауль, Диана Бабаева, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Что приготовили звезды, узнаете прямо сейчас. Овны, вы, конечно, можете творить все, что угодно, но ждите последствий за свои вольные поступки. Тельцы, выполнять чужие приказы вы сегодня не намерены. Ваша упрямость проявится по максимуму. Близнецы, ваши деликатные попытки сблизить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь, так что не лезьте в чужие дела и отношения. Раки, сегодня вас ожидает обогащение. Правда, речь не о финансах, а о сокровищах духовных. Доброе утро! Напоминаю, что сегодня мы говорим о фестивале в Териберке. Я, кстати, был на всех фестивалях в Териберке. И больше всего любил объедаться вкусняшками арктической кухни. Что и вам советую. Вот это вот желтая игра красная. То, что едят. В рамках шестого арктического фестиваля будет организована проектно-учебная лаборатория «Школа арктической кухни». В работе площадки примут участие заполярные повара, представлявшие свои блюда на Всероссийском фестивале Таврида, а также производители региональных продуктов, в том числе предприятия по добыче и переработке рыбы и морепродуктов. Гостей фестиваля ждут аппетитные мастер-классы, презентация первого мобильного приложения в сфере гастрономического туризма и гастрономическая карта России. Что будет еще на фестивале, узнаем через пару минут. Не переключайтесь. Тяжелый металл в Териберке и рейв в скалах. О хедлайнерах фестиваля расскажут гости студии. Обед за 15 минут. Готовим макароны с томатным соусом. Как зовут Белого Мишку и при чем тут виртуальная реальность? Интерактивная площадка на краю света. Друзья, я напоминаю, что тема сегодняшней программы посвящена фестивалю в Териберке. Поэтому у нас сегодня соответствующие гости. Представляю Дмитрий Габур, организатор площадки электронной музыки «Формат». Привет, привет, Валя. Да, привет. И Валерия Ванчикова, замдиректор «Мурман Конгресс», соорганизатор фестиваля. Что правильно? Привет. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Ну что, давайте поговорим о фестивале. Лер, давай с тебя начнем. С музыкальной площадки. Даже не с музыкальной площадки. Мы начнем с того, что несмотря на все запреты, фестиваль в Териберке состоится. Ура! Состоится он 21-22 августа в Териберке. И мы всех ждем к нам в гости. С распростертыми объятиями. У нас фестиваль откроет и вообще там два дня будет играть на главной сцене мурманские команды. Это «Новика Бэнд», это «Дискавери», группа из «Апатита Ла Тор». У меня есть подсказочка «Почтовая служба Бангкока» и другие артисты. Но звезд мы выбрали совершенно неожиданных и посчитали, что это будет достаточно интересно. Звезд альтернативной сцены. Первый день, 21 августа, это концерт группы «Слот» и «Аматори». И закроет у нас фестиваль госпожа Мара. Зажжем, да, Териберку? Зажжем Териберку, взорвем! Взорвем метал-кором! Дим, ну и вы, так скажем, вишенку на торт, да? Мы будем добивать этот фестиваль электронной музыкой, нашим проектом «Формат». Приедут очень интересные артисты, такие как Павел Хвалеев, Эвис Вокс, Алексей Сонар. Вместе с Евгением Тоницой мы представим проект «Груверк». Также приедут ребята, участники большой промо-группы из города Санкт-Петербург. Системгруппы это Надя Ру и Виталий Динамика. Также диджей Людвич. Катар из города Ростов-на-Дону. Кажется, никого не забыл. Кажется, все в течение 12 часов мы будем с 17 вечера 21 августа до 5 утра 22 августа. Мы будем делать там рейв. И надеемся, что каждый мурманчанин приедет туда, и мы начнем какую-то новую историю именно развития электронной музыки, электронных фестивалей у нас здесь в Мурманской области. Немножко подробно вот для телезрителей, которые не знают, что такое, что же это такое. Просто один раз же было такое подобное. Было уже не один раз. Мы делали из таких самых значимых мероприятий. В 2019 году Павел Хвалеев уже приезжал к нам сюда в Мурманск, в Океан Холл. Дальше было два больших мероприятия на базе Аврора Вилледж. Выездная такая тусовка, будем говорить. И интересное мероприятие мы сделали в акватории Мурманского залива. На небольшом судне мы сделали такое маленькое water party. Ну, а мы как организаторы хотим сказать, что мы не хотели упускать такую возможность и сделать рейв в скалах, как он называется, потому что он достаточно большой отклик получил от предыдущих посетителей данного фестиваля. Я был, я помню, как это было. Да, поэтому мы решили все оставить. Людям это интересно. И опять же, у людей, приезжающих на фестиваль, которые посещают, есть возможность насладиться на любой вкус музыкой. То есть это и рок, и электронная музыка, и, как уже я сказала, альтернатива у нас метал по полной программе. Площадок достаточно много. Есть и деловая часть, и гастрономическая часть. Конечно же, это не отменная составляющая фестиваля, где у нас рестораны будут предлагать какие-то интересные блюда. Арктическая кухня, да? Арктическая кухня, да. Во сколько приезжать? Из чего это началось? Ну, конечно, лучше раньше приезжать, чтобы вы смогли, если вы остаетесь на ночевку, чтобы вы смогли выбрать себе лучшее местечко в палатке. В 12 часов будет уже работать сцена, где мы всех приглашаем на арктическую зарядку. То есть сначала у нас зарядка, а потом уже музыка. А потом еда уже. Леся, песня, да. Люди могут рассредоточиться по всей площадке территории, по всей территории, соответственно, фестиваля и насладиться. Отдыхом прекрасным. Ну, как прогнозируете? Приедут люди? Ну, мы надеемся. Обязательно. Мне хотелось бы по поводу хедлайнеров сказать, что группа Slot представит свой новый альбом, который был записан в период пандемии. Видимо, у ребят были силы, они энергию всю сосредоточили. Альбом называется, я сейчас точно даже скажу, точно скажу, Инстинкт выживания. Группа Аматори в этом году празднует 20-летие. С большим аншлагом прошли концерты в Москве. И для любителей вот такой музыки, я думаю, что в Терибире как раз они представят вот эту свою программу All Star. То, что за 20 лет у них накоплено. И несмотря на то, что музыканты там менялись, уходили, приходили, люди не останавливались в своем творчестве. И думаю, что все самое лучшее будет представлено на фестивале в Терибирке. И приблизительно концерт будет идти, наверное, там полтора часа, час сорок. Это в первый день же, да? Час сорок пять, да. В первый день, да. Плюс ко всему два участника, что не менее приятно, это товарищ Раев и Музыченко. Музыченко, они оба мурманчане. Музыченко гитаристы. И Раев, он вокалист. Поэтому, я думаю, друзей, гостей приедет достаточно много. Тем более, кто знает этих людей. Должно быть интересно. А Мара у нас закроет фестиваль. Это будет 22 числа. Она, я думаю, что тоже представит свой новый сингл. Двойне приятно, что человек любит очень Терибирку. Не раз здесь был. У нее написана песня «Адмирал». Она была на Нахимове. И песня про моряков, сильных духом людей. И была записана также песня у нее «Арктика». Несколько лет назад клип снимался в Терибирке и на полуострове Рыбачье. Поэтому тут мы собрали таких хедлайнеров, которые, наверное, что-то за этот год сделали, сумели воплотить в жизнь. И готовы продемонстрировать нам, северянам. Приезжайте, поддерживайте. И мы все вместе будем давать начало какой-то новой странице отдыха на Крайнем Севере. И будем греть север нашими эмоциями. Отлично. Спасибо, что пришли. До встречи на север. Спасибо. Пока-пока. Спасибо. Пока. Прямо сейчас продолжение гороскопа. Львы. Вам светит продвижение по карьерной лестнице. Однако не бегите, сломя голову, чтобы не добраться до вершины с переломанной ногой. Девы. Позвольте себе несовершенство. Вы не обязаны во всем быть идеалом. Весы. Если в вашем сердце скребутся кошки, попробуйте утолить тоску приятным общением. Позвоните человеку, по которому давно скучаете. Скорпионы, этот день будет невероятно удачным для любых экспериментов. Решайтесь на все, что вас давно привлекало. Доброе утро, особенно тем, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, сегодня мы говорим о фестивале Териберка «Новая жизнь» и о том, что там будет происходить. Кстати, одну из площадок будет организовывать проектный офис развития Арктики. Проектный офис развития Арктики познакомит гостей фестиваля с самым плюшевым из всех медведей. Фото на память – это не предел. Мишка не только пообнимается с вами, но и покажет свою жизнь в дикой природе. В этом ему помогут дополненная реальность и VR-очки. Мишку зовут Пламбир. Это очень классное имя, мне кажется. Он ждет вас всех на фестивале в Териберке 21 и 22 августа. Поэтому приезжайте, и я надеюсь, что вы узнаете Арктику с необычной и интересной стороны. Пора знакомиться с Белой Мишкой. Впервые в Мурманске Пламбир побывал в начале лета. Тогда он участвовал в акции арктических городов «Пять вопросов от Белого Мишки». Теперь ждет всех на фестивале Териберка «Новая жизнь». На этой ноте предлагаю посмотреть, что будет в заключительной части нашей программы. А что, если весь мир – это выдумка? Старые вопросы на новый лад в мире кино. Как сделать помидоры еще полезнее? Приготовить соус. Рецепт в нашем сюжете. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я поделюсь с вами одним очень классным, вкусным, а самое главное – быстрым рецептом. Мы приготовим макароны, самые обычные макароны, но к нему еще добавим соус из томатов и ароматной зелени. На одну порцию нам понадобятся макароны, два томата, пучок петрушки, укропа, базилика, одна красная луковица, соль, специи по вкусу и растительное масло для жарки. Водичку для макарон мы уже кипятим, так что сейчас приступаем к овощам. Будем резать красный лук. Отправляем лучок на сковородку и обжариваем его. Пока лучок обжаривается на сковородке, приступаем к помидоркам. Так, помидоры нарезаны, теперь приступаем к зелени. Я взяла укроп, петрушку и базилик. Базилик можно брать зеленый, но вот у меня фиолетовый. В кипящую воду закидываем макароны, а к луку добавляем помидоры. Огонь можно убавить, чтобы томаты чуть потомились, так сказать, в собственном соку. И я накрою их крышечкой еще. Чуть-чуть потомятся. Самое время к томатам добавить зелень. Затем солим. Тем временем сливаем воду из кастрюли с макарошками, выкладываем их на тарелку и проверяем, как там наш соус. О, хорошечно! Какой аромат! Очень вкусно пахнет! Готовый томатный соус выкладываем поверх макарон. Сейчас буду пробовать, что получилось. Обожаю простые рецепты. Простые, быстрые. Очень вкусно. Базилик, петрушка. Всем рекомендую. Бон аппетит! Берите рецепт на заметку и чаще радуйте себя полезными и вкусными блюдами. Юлия Константинова, Виталий Попков, ТВ21+. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 19 августа, 73 рубля 46 копеек. Курс евро 86 рублей 12 копеек. 10 норвежских крон сегодня равны 82 рублям 42 копеекам. Доброе утро, друзья! Сегодня четверг, а значит, настало время рассказать вам о тех фильмах, которые идут и на театре, и на которые вы можете сходить всей семьей. Начнем мы с картины воспоминания. События фильма разворачиваются в недалеком будущем, где всеми любимый город Майами полностью ушел под воду из-за глобального потепления. В этом хаосе есть частный детектив, который с помощью технологии может изменить фрагменты памяти. К нему часто приходят клиенты с простыми просьбами. И вот одна из таких просьб превращается в большую проблему. Что будет дальше, узнайте после просмотра фильма. Это путь в никуда. Вернись в реальную жизнь. Я на многое закрывал глаза, но больше не стану. Твое устройство. Насколько близко можно подобраться, пока иллюзия не растворилась? Вы отправляетесь в путешествие. Просто следуйте за моим голосом. С добрым утром, Голди. Меня зовут Парень. И я живу во Фри-Сити. Тут есть все, что мне нужно. Кроме одного. Извините. Еще одна картина, показы которой продолжаются главный герой с участием Райана Рейнольдса. На этот раз канадский кинолюбимчик играет роль незаурядного сотрудника крупного банка. Его жизнь проходит чередой скучных и незаурядных событий, пока он не понимает, что весь мир — это компьютерная игра. Чтобы выжить, ему придется полностью переписать свой код, который спасет возлюбленную, друзей и родителей. Через два дня эту игру выиграть. Весь этот город исчезнет навсегда. А вдруг мы его спасем? Круто было? По-моему, круть. Мы можем изменить наш мир, но за это надо бороться. Я не понимаю, что происходит, но мне нравится. Я сейчас вообще впервые в жизни веду машину. А вот это ты сейчас зря сказал. Ха-ха! К сожалению, это лето нас не особо радует премьерами, но, может быть, это затишье перед бурей. Как говорится, поживем — увидим. Но, а по традиции, как всегда, после кинообзора мы проводим розыгрыш билетов. Их получит тот, кто первым и правильно ответит на вопрос. Внимание! Назовите режиссера картины «Воспоминания». Свои ответы присылайте в директ нашего утра в Инстаграме. Удачи! И вновь за советом к звездам! Стрельцы! Советуем вам сесть на эмоциональную диету. Поменьше страданий, страхов и переживаний. Побольше спокойствия и гармонии. Козероги! Вам необходимо сбросить с плеч груз ответственности. Эта ноша слишком тяжела для одного человека. Водолеи! Не нужно усложнять жизнь без причины необходимости. Будьте проще, и многие проблемы уйдут сами собой. рыбы. Ваше окружение способно подарить хорошее настроение и превратить любые лимоны в лимонад. Пользуйтесь этим, чтобы не скучать от одиночества. И под занавес хотел бы сказать до встречи на фестивале. На этом у меня все. Пока-пока. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова